Чем вы заняты, молодой человек? Плюете в воду и любуетесь расходящимися по ней кругами? Смотрю на сену и думаю, не следует ли мне улечься, завернувшись в ее влажные простыни. Стоит ли сено сейчас грязное, холодное? Не сейчас, а потом. Стоит ли сено сейчас грязное, холодное? Стоит ли сено сейчас грязное, холодное? Стоит ли сено сейчас грязное, холодное? КОНЕЦ Да здесь миллионы, здесь миллиарды. Угодно вам видеть изображение Иисуса Христа, кисти Рафаэля? Благодарю вас, мессия. До наступления темноты, когда я смогу утопиться, не привлекая к себе внимания толпой, я просто хотел бы осмотреть ваше богатство. Чтобы избавить себя от необходимости рассказывать вам все, скажу лишь то, что я впал в гнусную, глубокую и унизительнейшую нищету. Посмотрите на эту шагренивую кожу. Человек разрушает себя безотчетными поступками. Из-за них-то и иссякают источники его бытия. Вообще, все причины смерти можно свести к двум глаголам. Желать и мочь. Желать сжигает нас, мочь разрушает. А вот в шагренивой коже Желать и мочь слиты воедино. Вот они. Ваши социальные идеи, ваши чрезмерности, ваши радости, которые убивают, ваши заботы, которые заставляют жить слишком напряженной жизнью. Ибо что есть боль, Как непредельное наслаждение. Я посвятил свою жизнь науке и мысли. Они не способны были даже прокормить меня. Так вот я хочу этого царственного роскошного пира, этой вакханалии достойной векой. И я приказываю этой мрачной силе слить это все для меня воедино. Ну! Теперь все ваши желания будут исполняться, но за счет вашей жизни. Хотите этого? О чем? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Честное слово, ты знаешь, если бы не было июльской революции, я бы сделался священником, жил бы животной жизнью, где-нибудь в деревенской глуши Ну да, я читал бы требники Да, да Ну почему, читаем же мы газеты А, да, это не дурно для журналиста Так что так, я советую прочь Убнить, как я поплечу Это так, это слишком визуще Субтитры создавал DimaTorzok Рафаэль! Рафаэль! Разыскал Здорово, друг! Уже неделю как тебя разыскивают? Здравствуй, куда ты пропал? Сегодня мы решили точно установить, где ты ночевал именно сегодня В эту ночь, да? Где-нибудь на деревьях, в Лисейских полях или просто в ночлежке, где пищи спят стоя около натянутых веревок Или, может быть, тебе повезло, и ты расположился на ночлег в каком-нибудь бодуаре? Ну, признавайся Слушай, как мы тебя искали! Милый друг, ты пойдешь с нами? Куда зашел? Лечь идет об одной комбинации, в которой мы решили включить тебя, как человека выдающего То есть такого, который умеет не останавливаться и не считать нищему Мой друг, я надеюсь, ты знаешь, что позорная монархия свергнута Ну, конечно, знает, ну, конечно, это он знает Одним словом, одним словом, обосновывается газета Имеющая в своем распоряжении, ну, наверное, добрых 200-300 тысяч франков В целях создания оппозиции способны удовлетворить недовольтворенных Без особо ущерба для правительства национального, да, правительства короля-гражданина Бразды правления этого шутовского царства мы решили просто передать тебе По всему поводу просто ведем тебя сразу на званный обед Основателю упомянутой газеты, банкиру Тайферу Который, не зная, куда девать ему золото, хочет разменять его на острову Ну, ты будешь принят там как брат Да, мы просто, мы пригласим тебя просто королем, королем вольнодумцев Которые, которые не боятся уже абсолютно ничего И ты знаешь, что довольно прозорливо угадывают намерения, я не знаю, там, Австрии, Англии Прежде чем Австрии, Англия, вообще бы заменять какие-то не было намерения Ну, я надеюсь, ты нас не подведешь А? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пошнит от вашей дурацкой республики. Я меня спокойно разорву в Каплуна. Чтобы не обнаружить в нем акрарного закона. Будьте добры, форель. В самом деле, я бы все речи, произнесенные с трибуны, отдал бы за одну форель. Зачем на спарку? Эти республика всегда кончаются каким-нибудь Наполеоном. Наполеон, во всяком случае, оставил нам славу. О, мой друг, ты знаешь, что, слава, это очень невыгодно. Знаешь, невыгодный товар стоит очень дорого, сохраняется крайне плохо. Пора. Господа, я предлагаю тост за Карла X. Отца свободы. Вы, вы королист? Ну, а почему бы и нет? Я не питаю ненависти к королям. Они так забавны. Да, да. Царствовать в палатах в 30-ти миллионах миль от солнца это что-нибудь дознательно. Вот этот полцыкин человек, Нотариус Кордов. Это не мой. У красоты утром завершил сделку по изданию новой газеты. Обратим внимание, а вот это сам Тейфер. Да, 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 сам Тейфер. Представляешь? А могу попробовать? Нет. Обнаружить преступника в убеленном сединами почтенном Тейфере. На вид он добряк, ты знаешь. Вообще, Тейфер убил во время революции одного немца и еще двух человек, как говорят, своего лучшего друга и мать этого лучшего друга. Представляешь, мне безумно хочется у нашего капиталиста спросить, честный ли он человек. Подождем, пока он напьется, а пока пообедаем. Бесприн Тейфер, разрешите мне представить вам моих друзей. Бессиу, остроумнейший из наших корректуристов, со взглядом лукавым ловит эпиграммы, чтобы передать их штрихом карандашом. А вот это молодой поэт. Да, это молодой поэт. Ах, если бы он еще обладал талантом, равным по силе ненависти к его соперникам, он затмил бы всех своих современных. А это Рафаэль Де Валентон. Браво. Самый бесстрашный борец из всех, кому когда-либо случалось схватиться в рукопашную с разгулом, с этим блистательным чудовищем, которое жаждет вызвать на поединок все лучшие и смелые умы. Как фамилия вон того молодого человека? Мне послышалось, его называют Валентен. Как? Вам действительно послышалось. Вы говорите Валентен? Извините, он не просто Валентен, он Рафаэль Де Валентен. Валентен. Что такое образование? Образование это вздох. Быть образованным значит выкрость завещание и прослыть честным. Я не знаю, вам скажу, больше или меньше доза фосфора делает человека гением или же злодеем, преступником или же добродетелем, умницей или же идиотом. Господа, выпьем за глупость, за глупость власти, которая дает нам столько власти над глупцами. Нет, я хочу. Я хочу. Тихо, тихо, тихо. Срок давности давно истек. Ну и на его гробнице мраморщик вырежет. Прохожий! Память о нем! Как вы смеете? Мальчишка! Мальчишка! А вы что делаете с ним? Мальчишка! А как мне с ним? Тебе да? Когда? Когда? Прибаетесь! КОНЕЦ КОНЕЦ Знаешь, пожить бы в такой роскоши года, не помереть Ты знаешь, я думал, что эта роскошь тебе очень скоро наскучит А ты просто увидишь, что это мешает тебе стать выдающимся человеком Устал, знаешь, устал, какие крики, шум Да, почти напоминает треск ракет Любовь, опьянение, дрит В общем, здесь довольно спокойно, кажется, можно отдохнуть Слушай, что с тобой? А? Сидишь, любят тебя Трудно понять меня Когда ты меня кликнул на набережной Вольтера Это был тот миг, когда я собирался броситься в воды с сеной Скажу раз, что это за опыт, который ты Наливался проделать Своим окунанием Уж не признавал бы ты гидравлической машине Около моста внутрь, да? Если бы ты знал мою жизнь, Эмиль Если когда-нибудь Наше знание Достигнет такой ступени, что мы сможем написать естественную историю сердец Установить их номенклатуру Классифицировать их по родам, видам и семействам Когда мы установим, что есть сердца Нежные, хрупкие, как цветы Ломающиеся от малейшего прикосновения Которого даже не почувствуют сердца Минералы В 1826 году я провожал Последний путь Гроб моего единственного друга Моего отца Я остался один со своими мыслями Затерянных в Париже без средств существования Без будущего Я ничего не могу Хотя родственники мои были особыми Весьма влиятельными и охотно покровительствовали чужим Я остался один Без друзей И без покровительства Я принял единственное и Впрочем, вполне безумное решение 1200 франков, оставшихся мне после отца Должно было хватить на три года жизни Этот срок я себе поставил Для выхода в свет сочинения Которое должно было привлечь ко мне внимание публики Дало бы мне возможность разбогатеть Составить имя Я придерживался поистине монашеского устава Комната за отрясу в день Хлеба на три су в день Молока на два су Я гордился своей бедностью И вот ты знаешь, именно в это время В начале октября я встретил растиньяка Признанным простофилием А ты знаешь, я еще в детстве решил стать великим человеком Как Андре Шинье, ударяя себя пальцем по лбу И говорил, здесь кое-что есть Чувствовал, что во мне зреет мысль Которую стоит выразить И система достойной быть обоснованной Я верю, что добьюсь того, что все взгляды будут обращаться в мою сторону Когда лакей произнесет мое имя в дверях гостинных Когда я приехал в Париж, я тоже очутился как бы в открытом море Не знал, в какую сторону направить свои силы Под каким углом поставить паруса Я тоже вначале решил весь с головой уйти в работу Но вскоре я увлекся созданием нужных связей Я мастер на все руки Но я ни на что не годен Я лентяй из лентяев И все-таки я добьюсь всего Я пролезаю, толкаюсь, мне уступают дорогу Я хвастаюсь Мне верят Я делаю долги Их платят Рассеянная жизнь, друг мой Это целая политическая система Я предполагаю, что ты придешь в восторг от моей теории воли Это обширная книга И книга эта откроет новый путь науке о человеке Впереди у меня жизнь полная славы Уверяю тебя Ты трудишься Значит, ты ничего не добьешься У тебя огромный талант Ты заканчиваешь свое сочинение Значит, тебе нужно начинать С моей исходной позиции Так как я хочу быть соучастником в твоей славе Я возьму на себя роль ювелира, который вставит алмазы в твою корону Завтра Я тебя познакомлю с графиней Феодорой Эта модная женщина Феодора? Ты что, ты не знаешь Феодоры? А кто эта женщина? Боже, темнота, ты кафр Не знать Феодоры Она никого не любит А может быть, ее никто не любит На ней можно жениться 80 тысяч ливров дохода Женщина-загадка Полупарижская россиянка, полуроссийская парижанка Нет, ты тоже не кафр Ты что-то среднее между кафром и животным Дитя мое Если ты не лишен ума То фортуна твоей теории в твоих руках Нужно только хорошенько понять теорию фортуны Мой друг господин Дерастиньяк мне рассказывал очень много о ваших талантах Вы пишете книгу? Да Теорию воли Мысль в ней та, что Воля человеческая и сила материальная вроде пара И тот человек Который Научится Сосредотачивать ее Владеть всей ее совокупностью Направлять на души человеческие Весь этот Беспрерывный поток текучей массы Такой человек в соответствии с задачами человечества Мог бы видоизменять все Даже законы природы Наши идеи Это существа цельные Законченные Живущие в мире невидимым Но способные влиять на наши судьбы К примеру Идеи Декарта, Дидро, Наполеона Властвовали И продолжают властвовать над нашим веком Забавно Забавно Я надеюсь, вы будете бывать у нас Ты произвел некоторые впечатления на графиню Говоря языком придворным, ты приближен к ее особе Перестань Графиня увидела во мне будущую знаменитость И решила пополнить свой зверениц еще одним ученым Ну, как она тебе показалась? Честно Знаешь, я ошарашен Я просто оглушен этой женщиной Феодора это сама роскошь, сама фортуна Только виду не показывай, что она тебе нравится А то она догадается От цели твоего визита Она свободна Когда-то отдалась за золото Русский граф не то муж, не то любовник обладал ею Кстати, император не одобрил ее брака Русский граф? Если бы я был свободен Я бы добился, чтобы эта женщина вся в слезах Стояла у меня под дверью Но она никого не любит Растинья Так уверен в ее добродетели? Многие молодые люди предлагали ей свое имя в обмен на ее состояние Но она всем вежливо отказывала Может быть, ее чувство может пробудить титул не ниже графского, ты же маркиз Ну, только следи за каждым своим словом У нее жестокая память Способная привести в отчаяние даже дипломата Она способна узнать, когда он говорит правду Но если она тебе нравится Смелей Вперед! Это я называю давать инструкции Это я называю давать инструкции Чаровательные создания Как часто мы смеемся Ее изысканная улыбка Возвлекая преграду между собой и людьми Она пробуждает наше тщеславие Становясь предметом всеобщей зависти Она приобретает для нас особую сладость Если в своем быту она отличается от других Если она не ходит пешком Если у нее такое манто, какого у других быть не может Если от нее исходит благоухание, свойственное ей одной Она нравится нам гораздо больше И чем дальше она от любви Чем меньше в ее любви человеческого, земного Тем прекраснее она кажется нам Ну и в свете этих романтических фантазий Чем же может быть для нас Полина Воплощенные чувства Воплощенные сверст Воплощенные сверст Воплощенные сверст Воплощенные сверст Воплощенные сверст Но в свыше Воплощенные сверст Инерства Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Забавно Ты понимаешь, вначале я добился некоторого преимущества над ней Но я не мог владеть собой, стал искренним и погубил себя Однажды мы договорились с ней ехать в театр И вдруг графиня просит оставить ее Несмотря на то, что это мне стоило целого дня работы И шутка сказать, последнего икю Я поехал в театр один Убрали свет И вдруг я почувствовал, как электрический ток в сердце Она была здесь Я посмотрел на нее Она нахмурилась Я чувствовал, я стеснял графиню В антропе я пошел к ней Графиня была убийственная, холодна Проводите меня после театра Когда я приехала во Францию, мое состояние стало предметом соблазна для многих молодых людей Я могла бы приобрести новые богатства и новые титулы Но это будет вам известно, что я переставала встречаться с людьми, которые были столь несообразительны, что заговаривали со мной о любви Я надеюсь, что передо мной человек, стоящий выше твоего круга, чтобы вы не поймете меня дурно Итак, если я скажу вам о своей любви, вы прогоните меня Если я стану уверять вас в своем безразличии, вы также накажете меня Молчание ничего не предвосхищает, позвольте мне промолчать В последствии, я надеюсь, вы увидите, как прочна дружба, которую я предлагаю Вы узнаете, что с друзьями я всегда добра, я всегда им предана Значит, вы отвергаете слишком сильную любовь? А? Да Как у всех женщин, гордых собой и влюбленных в свои совершенства Вас, говорит, чувство утонченного эгоизма Вы с ужасом думаете, что будете принадлежать мужчине Что вам придется отказаться от своей воли Скажите, неужели ваша первая любовь принесла вам столько унижений? Или вы так гордитесь стройностью своей талии, гибкостью своего изумительного стана Что боитесь, как бы их не испортило материнство? Ради бога, не гневайтесь, графиня Я думаю, я рассуждаю, я за тысячу миль от страсти Вы еще будете говорить, что я недобрая После того, как я позволила вам разбирать себя по косточкам Многие женщины в наказание за вашу дерзость указали бы вам на дверь Графиня, вы вольны прогнать меня безо всяких объяснений Сумасшедший Скажите, вы когда-нибудь думали о проявлениях сильной любви? Вы знаете, что мужчина способен иногда убить свою возлюбленную? О, лучше умереть, чем быть несчастной Человек такой страстный по натуре, как вы Когда-нибудь непременно промотает состояние своей жены и уйдет А ее оставить ни с чем Прощайте Как? Уже? Прощайте До завтра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы любите молоко? А у нас сегодня сливки Субтитры создавал DimaTorzok Видно, Феодора дала тебе отставку Добрые души завидовали твоему влиянию на графиню Господи, какие безумные поступки они тебе только не приписывали И как они тебя чернили Да, мой друг Все ясно Стоп, стоп, не будем спешить с выводами У Феодоры Дар проницательности свойственный женщинам глубоко эгоистичным Она, может быть, составила тебе суждение, еще когда ты видел только в ней богатство и роскошь Это я тебя толкнул на дурной путь При всей тонкости ее ума и обходительности она мне представляется существом властным Как вот эти женщины, которым свойственны только рассудочные наслаждения А блаженство для нее это связано только с житейским благополучием и светскими развлечениями Чувства для нее это так, одна из ролей Она тебя сделала бы несчастным человеком и превратила бы тебя в своего главного лакея Все-таки я Все-таки я люблю эту женщину Знаешь, за право видеть ее хотя бы секунду я готов отдать деньги, на которые мог бы купить хлеба на целую неделю Правда Вчера злая судьба похитила у меня все деньги Если б мне эта пошлая неудача Я тебе отдал бы свой кошелек Стоп, 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 мне кажется, твои дела идут на лад Этот человек получил орден За то, что выпускает свет произведений, в которых он ни черта не смыслит Он химик, рабонист, историк, публицист Получает, наверное, половину гонорара за свои пьесы и при всем при том Он абсолютный невежда Как поживаете, мой почтеннейший Как поживаете, мой почтеннейший Как себя чувствуете, ваше высокомыслие Так себе, не хорошо, не плохо Завален работать Пожалуйста У меня в руках весь материал Необходимый для составления весьма Любопытных исторических мемуаров А вот не знаю, по каким соусам подать Надо спешить Мемуары вот-вот выйдут из моды Мемуары старинные или современные? Из придворной жизни или еще что-нибудь? Дело с ожерельем О-о-о-о-о Это скандал связанный с королевой Марией Антонеттой Ну, не чует ли это? Позвольте вам представить Мой друг господин де Валентен Рекомендую вам его как будущую литературную знаменитость Кстати, его тетка Маркиза была в большой силе при дворе А он сейчас пишет историю революции в раэлийском духе. Очень талантливый человек. Жуткий простак. Он мог вам написать эти мемуары? За 100 икю, за тон. Идёт. Ну, мне выплатить 25 лаэдоров комиссионных, а ему за тон вперёд. Нет, нет, нет. Авансу не больше 50 икю. Тогда я буду спокоен, что скоро получу рукопись. Человек, где же мои креветки? Что? Сошёл с ума. Я согласен лучше преподавать геометрию индейцам в Бразилии, чем это. Бери 50 икю и пиши мемуары. Когда они будут готовы, ты откажешься их печатать от имени своей тётки, болван. Стиньяк. Ну, мы согласны. Мой тёт? Командовал эскадроном конных гренадёров императорской гвардии. А при переходе через Березину был взят в плен. Но потом бежал, намереваясь добраться до Индии. И мама, оставшись одна без опоры и без средств, решила держать меблированные комнаты. Но она всё ещё надеется увидеть отца. И кажется, что он вернётся миллионером. Она его видела во сне на корабле, полном змей. Но, к счастью, вода была мутной. А это означает замурские драгоценные камни и золото. Продолжение следует... Ну что это? Пустяки Тут жилеты и перчатки А тут Шляпа Откуда это? Я поручил своему портному обшивать тебя Он знает, что такое молодой человек Друг мой, у тебя могут быть сокровища Нужно только принять английскую систему Английскую систему? Я научу тебя вступать в кредит Я научу тебя делать долги, потому что долги укрепляют кредит Друг мой Рафаэль Прошу тебя Подпиши 50-й кью? Фино платит тебе 50-й кью Отныне, благодаря делу с ожерельем Ты можешь с мирного положения Перейти на грозное военное И кроме того, у тебя просто нет соперников 50-й кью Ну что, в конце концов У меня нет другого выхода Друг мой, я не знаю, как благодарить тебя Эти 50-й кью сделают меня богатым Богат чем, думаешь? Фино платит мне комиссионное Радисти не догадался, что они тоже принадлежат тебе Поедем на бал, увидим графиню Феодора Я как-нибудь тебе покажу Хорошенькую вдовушку, на которой я собираюсь жениться Очаровательная особа Эльзанская Правда, так немножко толстовато Плачет по ночам, читая гет И мне тоже приходится плакать за компанию Делать вид, что я понимаю Толк в немецких сантиментах Но что делаешь, мой милый? Что только не сделаешь 50 тысяч Ливров дохода Ну, хорошенькая ножка Хорошенькая ручка Я заеду за тобой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Передайте, Марина, пожалуйста Передайте, Марина, пожалуйста Она предлагает встретиться, чтобы пойти в музей Какая будет погода? Солнце или дождь? Пойдем ли мы пешком или поедем в карете? Впрочем, какая разница пешком или в карете? Ой А вдруг ей захочется дать милостыню мальчишке хотя бы Потому что у него живописные лохмотья А у меня нет даже медной монеты И деньги я должен получить только завтра вечером А ты в описании? Он не выпущен, но мама заплатила ему А я сегодня у вас нашла несколько монет по 5 франков Они закатились за фортепиано, а вы даже не заметили. А я их положила к вам на стол. А вы скоро должны получить деньги. И мама сказала, что она может вам судить несколько икю. Спасибо. Полина, как бы я хотел быть богатым. Зачем? Вы женитесь на богатой. Она вам доставит очень много огорчений. Ой, 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 она вас погубит. Я бы хотел встретить бедную девушку, такую же бедную, как вы. Такую же богатую и душевную, как вы. Потом я бы отказался от этой пагубной страсти, которая погубит меня. Уж не любит ли она меня? То, чтобы, конечно, жениться на полине, впрочем, это было бы уж совсем безумием. Хорошо еще, что во Франции последние двадцать лет нет королевы. То, чтобы я влюбился в королеву. Нет, нет, Феодора. Феодора или смерть. Вы можете оказать мне важную услугу. Да. Теперь, после того, как я призналась вам в своем недоброжелательном отношении к любви, мне легче просить вас о любезности во имя дружбы. Мадам, я готов быть вам полезным в любом качестве. Мне было бы очень важно, если бы герцог Доноворен занудил за меня словечко одной всемогущей особи в России, посредничество которой мне необходимо для того, чтобы восстановить свои законные права. От этого зависит мое состояние, положение в свете. Ведь герцог ваш родственник, не правда ли? Мне нужно, чтобы император признал мой брак. А письма герцога было бы достаточно. Я готов. Располагайте мною, как хотите. Боже мой, как вы добры. Пойдемте. Пойдемте обедать. Я расскажу вам все, как мне. Она любила меня. Так я тогда думаю. И, чтобы продлить свою радость, я готов был отдать два года своей жизни за каждый час, который она могла мне уделить. Счастлив тем, что могу принести ей жертву, я унизился. Ради нее я пошел к своему родственнику, герцогу Доноворену, человеку эгоистичному, который стыдился моей бедности. Который ненавидел меня за то, что кругом виноват передо мной. Он принял меня с холодной учтивостью, заговорил о потерях, которые он понес на трехпроцентном займе, когда я перешел к сути своего дела. И перемена обращения его, которая из холодного становилась сердечным, была мне отвратительна. И что же дальше? Он пошел к ней и уничтожил меня. Феодора нашла для него какие-то удивительные чары, удивительное обольщение. И без моей помощи сделала все, чтобы урегулировать свой вопрос, о котором я почти ничего не знал. Она использовала меня как средство. Ты что? Спишь? Что же я? Я внимательно слушаю. Продолжай, продолжай, свой рассказ. Железа Кривлякова Феодора надул у тебя, ну, все женщины, дочери Евы. В твоей истории нет абсолютно ничего драматического. Да ты спишь, притворщик. Нет, ну, нет. Ну, для Феодора или смерть. Ну, продолжай. Продолжай. Ну, все-таки я любил ее. Мне казалось, что этот лед может быть растоплен веньем крыл моей любви. Все свое время, все свое старание, всю наблюдательность я потратил на то, чтобы понять непостижимый характер Феодоры. Мне казалось, что в ее жизни было что-то чрезвычайное, что давало ей силы противиться моей любви, что давало ей силы противиться прекрасному душевному недугу. И тогда я принял решение самой безрассудной, в то же время самой разумной, которую может принять влюбленный, я решил идти к ней. Решил идти к ней, чтобы увидеть ее, узнать, какая же она настоящая. О, Господи, какие они все скучные. сегодня я была нехороша. Цвет лица у меня блекнет с ужасающей быстротой. Пожалуй, нужно будет раньше ложиться, отказаться от рассеянного образа жизни. Ну что же Стила, смеется она надо мной. Изволили звание? Два раза. Я готовила для вас миндальное молоко. Жизнь так пуста, Жустина. Ну, осторожнее, пожалуйста, не поцарапай меня. Вчера остался след от твоих ногтей на спине. Вам, сударыня, нужно выйти замуж и деток быть. Дети. Только этого не хватало. Муж? Где тот человек, за которого я могла бы? А хорошо я сегодня была причёсана? Не очень. Ты дура. Сударыня, вам взбитые волосы не очень к лицу. Вам гораздо больше идут крупные и гладкие локоны. Правда? Угу. Ну, конечно. Взбитые волосы, сударыня, идут только блондинкам. Не знала. Правда? Замуж? Нет. Врага это не для меня. Я могу идти? Иди. Вы слушайте меня. Я люблю вас. Вы это знаете. Я вам тысячу раз говорил об этом, да вы и сами могли об этом догадаться. Я не желал быть обязанным вашей любовью не лезть, а не футовствуя и вы не поняли меня. Господи, сколько бедствий я терпел из-за вас. Я сейчас потратил последний IQ, чтобы увидеться с вами. Если бы я знала, то я бы... Ни слова. Я люблю достаточно сильно, чтобы убить вас. Не пугайтесь. Я не помешаю вам мирно кончить дни свои. Убивать вас означало бы слишком плохо слушать голос ненависти. Да неужели вам так драгоценна ваша красота? А для меня ваше лицо, обетование, души еще более прекрасное, чем ваше тело. Сердце к сердцу я хотел прожить с вами. А вот сердца-то у вас и нет. Если это обещание способно вас утешить, клянусь, что я не буду принадлежать никому. Вы оскорбляете самого Бога и будете за это жестоко наказаны. Поверьте, придет день, когда вам станут ненавистные луч света и шум. Одна, лежа на диване, осужденная жить как бы в могиле. Вы будете испытывать неслыханную боль. Станете доискиваться до причины этой медленной беспощадной пытки. Вот тогда вспомните о горестьях, которые так щедро разбрасывали на своем пути. Да, я, наверное, злодейка, что я не полюбила вас. Но моя ли в том вина? Да, я не люблю вас. Вы мужчина, этим все сказано. Я счастлива в своем одиночестве. Я не хочу менять свою свободу, пусть эгоистическую, менять на жизнь на рабыне. Брак это таинство, в которое мы приобщаемся к огорчениям. Дети это тоже скука. Разве я честно не предупреждала вас, каков мой характер? зачем вы не удовольствовали с моей дружбой? Я ценю величие ваших жертв, но ничем, кроме любви, нельзя отплатить за вашу деликатность, за ваше самопожертвование. Я люблю вас так мало, что вся эта цена у меня просто неприятная. Господи, я чувствую, что я смешон, но я так люблю вас, что мне доставляет наслаждение слышать, как вы все это говорите. Хотите, я кровью докажу вам свою любовь? Уже полночь. Позвольте мне лечь спать. хорошо, сударыня. Вы больше не увидите меня. Надеюсь, сударь. Что? Так хочется быть герцогином. обожаете почести и титулы. Ну, хорошо. Ну, позвольте мне быть вашим супругом. При том условии, если я стану первым Францией, министром, герцогом, я стану всем, чем захотите. Жустина, а что Жозеф? Я его рассчитаю, он опять не закрыл дверь. За тобой настоящий, за мной будущее. Я теряю только женщину, ты теряешь имя и семью. время отомстит за меня. Мне оно принесет славу, тебе одиночество и безобразную старость. Из какой ты вышел в больнице? Ты знаешь, эта женщина убивает меня. Не презреть, не забыть ее я не могу. Слушай, как все молодые люди, я тоже когда-то думал о самоубийстве. Кто из нас с тридцати годами не убивал себя два-три раза? Однако, я не нашел ничего лучше, как изнурять себя в наслаждениях. О, это длительное из всех самоубийств. По крайней мере, лучше, чем смерть обанкротившегося бокалейщика. Лавочники опозорили реку. Они бросаются в воду, чтобы растрогать своих кредиторов. На твоем бы месте я постарался бы умереть изящно. Рафаэль, если хочешь создать новый вид смерти, сражайся на поединке с жизнью. Буду твоим секундантом. Мне скучно. Я разочарован. У Эльзаски, который мне прочили в жонле, шесть пальцев на ноге. об этом узнает, я буду посмешищем. К тому же состояние у него все время уменьшается, а количество пальцев увеличивается. К черту. Будем вести безумную жизнь. Может быть, где-нибудь и найдем счастье. А деньги? У тебя есть 450 франктов? Я должен и бокалейщика, я должен портному. Ты плачешь портному? Господи, это с тебя никогда ничего не выйдет. Даже министр. Что вообще можно сделать на эти гроши, растения? Играть? Нет. Нет. Я поклялся своему покойному отцу. Выгорный дом не ногой. Ты что, готов без оглядки принять систему рассеяния, что боишься зеленого сукна? Но я обещал своему покойному отцу. Ладно, может быть, ты тогда пойдешь в игорный дом один, пока ты будешь ставить на карту наше состояние. Я улажу свои дела и приду к тебе. Быстро. Я тебя жду. КОНЕЦ теперь я хочу жить, знаешь, черту смерти имею. Вот теперь я хочу жить, вот теперь я миллионер. Что это такое, Что это? Господин Меряев, Господин Меряев, просто пьяны. Я пьян властью. Слушай, но мы же здесь, мы же вдоль обществе, что ты, ну, из чувства собственного достоинства, хотя бы просто помолчал. Плевал я на это общество, я его все могу купить. Кстати, слушай, ты, журналистик, я могу купить и тебя, и твою газету, и ты будешь у меня лакеем. Что ты плетешь, что за глупость, что ты о чем это? Вот эта кожа, вот эта кожа сокращается, как только я что-либо захочу. Что? Ниш, ниш, ниш. Я прошу вас вздремните, господин Меряев. Ладно, вот ты знаешь, что я захотел 200 тысяч ливров годового дохода, и вот ты увидишь, как она уменьшится, когда эти 200 тысяч ливров окажутся у меня. ну поспи, ну поспи, ну поспи, поспи. Я еще должен кончить свой рассказ. Подожди. вот я и покидаю вас, милая Полина. Благодарю вас. Дитя мое, от мысли вернуться сюда я не отказываюсь. Оставьте за мной на полгода эту келью. если я не вернусь до 15 ноября, вы станете моей наследницей. Вы должны будете отнести рукопись моего сочинения о воле, запечатанную в конверте, в королевскую библиотеку. А всем остальным вы можете распоряжаться по вашему усмотрению. Спасибо. А что, у меня не будет больше уроков? Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Астиньяк между тем выиграл крупную сумму и мы танцевали вокруг груда золотых монет как два каннибала вокруг своей обычной. На свою долю я купил мебель у лесажа, снял на улице тыбу квартиру, позвал обойщиков, завел лошадей. Я кинулся в вихрь наслаждений. Скоро, однако, я растратил свое богатство. мебель А, господин нотариф, куда-то вы исчезли. Мы вас все время искали после обеда. Гордо исчез, чтобы закончить оргию в супружеской постели. Кажется, он пронюхал о каком-то расследстве, обильным всякого рода нотариальными актами, гонорарами, такими же сочными, как филе, которое им подано в завтрак. Господа, мы сегодня будем завтракать в нотариальном порядке. Да, вы знаете, господа, мой совет. День сегодня потерян, мы ни на что не годны. Я предлагаю завтраковать. Одну минуту, господа, я пришёл по важному делу. Один из вас получит 6 миллионов. Это он? Он. Милостивый государь. Фред. Милостивый государь. Фред. Милостивый государь. Ваша матушка, урождённая во Флаерте? Да, Варвара Мария. У вас имеются акты о рождении вашим и госпожи де Волонталь? Да, имеются. Ну так вот, милостивый государь, вы, вы единственный и полноправный наследник майора Флаерте, скончавшегося в августе 1828 года в Калькутте. Милостивый государь. Милостивый государь, где? Милостивый государь, где? Где? Ай! Что это? Где? Он? Он. Сколько он получит? Шесть миллионов. Что с ним? Богатство досталось ему дешево. Сейчас он умрет от радости. Дядюшка, вот это я понимаю, человек. Теперь Трафаэль поэфелец. Он будет пэром Франции. Что такое пэром Франции после июльских событий? Он будет миллионером. У него будет ложа в итальянском театре. За что ему досталось такое богатство? Он хороший человек. Он подарит мне карету и прекрасных лошадей. Надо бы выпить за кончину дядюшки во Флаерте. Надеюсь, он нас всех угостит. Господа! Господа, у такого человека вообще всё будет на широкую ногу! Рафаэль! Для начала! Для начала я велю подать ронские вина жесткой крепости. Хотите? Я ничего не хочу, месье. Браво! Он знает толк богатства. Это право на дерзость. Вы наш! Господа! Став миллионером, господин де Валентен достигает власти. Он король. Он всё может. Он выше всего. Как все богачи. Слова французы равны перед законом. Отныне для него ложь, с которой начинается хартия. Отныне не он будет подчиняться законам, а законы ему. Для миллионеров нет ни эшифута, ни палачей. Они сами себе палачи. Вот ещё один предрассудок. СМЕХ Что? Что-что? Что ты там прячешь? Что ты прячешь? Господа! 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 Да будет вам известно, что наш общий друг де Валентен... Господа! Что я говорю? Господин маркиз де Валентен обладает тайной обогащения. Что-то бы только задумать какое-либо желание, оно тут же исполняется. Ну поверь же мне, ну право, я же удовольствием с двумя остальными тысячами лирами дохода. Ну чем? Ну чем? Мы только не жертвуем для друзей, правда? Ай, это не лошадей. Выживайте мне сто тысяч ливров, как полгороды. На моего дяди. Вы, как вы... Вы, как вы... Вы, как вы... Вы, как вы... Вы, как вы, как вы... Слушайте, вы! Я желаю вам всем смерти! Умирающие звенья тоже бывают жестокие. Но ты посмотри, ты посмотри, ты же богат, да? Но не пройдет, ведь двух месяцев ты станешь просто гнусным эгоистом. Обрати внимание, ты потерял уже юмор. Ты не понимаешь собственных шуток. Но еще не хватает, чтобы ты поверил в согренивую кожу. Субтитры подогнал «Симон» Симон» 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 Симон»